Итак, всем привет, с вами Добгай, и мы начинаем играть в Эквестрию за Республику Грифонов. Кстати говоря, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же пойдем освобождать Грифонов от тирании Императора. И я думаю, пойдем мы вот по вот этим фокусам, вот сюда, но потом перейдем в Демократию, потому что мы все-таки Республика, и мы все-таки хотим принести Демократию этому миру Грифонов. Поехали. И ситуация у нас, конечно, грустная, мне приходится исследовать винтовки, у нас их нету нормальных, а апгрейды у всех всегда у таких методов очень хорошие, даже больше, допустим, здесь атаки. Так что да, у нас в принципе, смотрите, здесь рис голода, армия, проблема, бандитизм, язык, но у нас есть мечта. Как говорится, меня зовут Джорн, у меня есть республиканская мечта, да. Вот, надо будет еще разобраться с бедностью, с неграмотностью, промышленностью, в общем-то, все грустненько, но наш президент все исправит. И вот у нас встал вопрос об армии, и я думаю, у тех и медики, генералов, вот я вижу какие-то взятки, нет. Я думаю, нам нужно делать нормальные реформы, так что мы идем в реформацию. Может, разозлить, плевать, мы, если что, с ними справимся. Нам нужна хорошая армия, но мы не можем идти на поводу у каких-то неуправляемых генералов. Или начнем, я думаю, с, пожалуй, военной академии, потому что тогда, смотрите, там есть опытная доктрина, потом мы будем учать, поэтому пока что плевать, но мы сразу начнем получать себе опыт. А опыт это важно, чем раньше мы возьмем этот фокус, тем лучше. Потом, наверное, мы берем текущих главнокомандующих и назначим новых офицеров, инструкторов, вообще новую цепь командования и все реформы проведем. Академия готова, скорость приятельства мы теперь вернули, и давайте поддержку народа получим. И умер император там, как приятно для нас. Но это не значит, что у нас что-то стало попроще, пока что все еще тяжело. И смотрите, как они могут продолжать замечать заговор, либо отправить войска и остановить их. Конечно, мы их останавливаем, хотя, видимо, здесь есть какая-то альтернативная ветка, но мы туда не пойдем. Так что планы будут прерваны. Прекрасно. Мы вместе с этим убираем главнокомандующих. Ставим только хороших офицеров. Хотя, кстати говоря, они не такие плохие поста, там, особенно вот этот парень. Но придется пожертвовать. Я думаю, новые генералы будут тоже неплохими. Сразу же после того, как мы убрали главнокомандующих, надо набрать новых офицеров, чтобы власть пихонько переходила в свежие руки, которые нам верны. Также я посмотрел на нашу армию и решил распустить эти дивизии, но пока что мы не можем, пока у нас неуправляемая армия. Чуть позже мы, конечно же, все переделаем на какой-то основной шапон. Вот так, новые офицеры набраны. Прекрасно. И позже у нас в сторонах инструкторов взять. Не знаю, откуда мы их будем брать, но они дадут нам опыт и скидочку. Отлично. Продолжаем нашу реформу. Теперь у нас есть плюс 10 максимума планирования, точнее будет. И плюс еще получаем опыт. Немножко военно-вязанное усиление пожертвуем, но 10% планирования это вообще очень даже неплохо. И переходим на новые винтовки. Потеряем, конечно, эффективность, но чем раньше мы это делаем, тем лучше. Слишком старые плохие. Смотрите-ка, солдаты дезертируют. Нашим генералам, я думаю, надо, конечно же, прерывать это. Политка Японии ресурс — это нормальная цена за то, чтобы подавить восстание. Сделали мы новое запекомандование. Прекрасно. И сдаем полноценную новую армию. Еще какая-то ивентик, интрижка Полсона. Минус популярность коммунизма. Ну, меня это устроит, потому что мы в коммунизм не идем. И вот оно, реформированное войско. Смотрите, у нас еще отсюда планирование. И оно не сочетается с этим, да? Планированием, которое мы там получали до этого. Или... Да, сочетается, отлично. Это на самом деле... Смотрите, это оно и было... Да, странным образом получилось. Ну ладно, нам нужна лояльная армия. Потому что либо верность президенту... Точнее, да, верность президенту нам нужна лояльная армия. Так что мы вот сюда сейчас пойдем. Иначе было бы можно пойти сюда, но, как я и говорил, мы не будем идти на поводу у каких-то генералов. И приходит время ввести военное положение. К сожалению, увы. Ну, смотрите-ка, мы уже здесь какие-то выступления делать. Вступление. Некрологу Роверу пятому. Угу, угу. Ковач, участь тиранов. Что-то бесполезно, кнопку, но давайте понажимаем про скайф пол. Место полной противоречий. Пороки. Фашисты юга. Угу. Минус 15 политки. Ну ладно. Кровь в воде. Улица больше не безопасность. Что это такое? Тело алмазного псабла. Ага. Какой это. Что-то. И давайте будем восстанавливать мир в сельской местности, потому что у нас все еще есть бандитизм. Нужно бандитами разобраться четко и быстро. И определенно жестко. Так, эти армии. Давайте мы попробуем делать вот так, если вдруг у них есть. У них, в принципе, сохранится опыт, так что можно так вот и сделать. Ну-ка. Увеличит скорость расправы с бандитами. Это нам подойдет. Здесь еще есть куча лорных винтиков, но я их все-таки, наверное, читать не буду, пожалуй. И, пожалуй, побыстрее я хочу забрать эту политку плюс стабильность, так что идем вот сюда, потом, наверное, вот сюда. Я хочу себе поставить здесь на опыт армии и нажать кнопку военных учений. Мы еще вернемся, обещаем. Реально вернемся. Наш Александр обманывать не будет. И вот у нас, смотрите, коп. Потихоньку, потихоньку сейчас делаем лучше. А мы с голодом разберемся и языковую проблему решим. В принципе, дебафов уже после этого не будет. Поставили на опыт. И нажимаем здесь военные учения, потому что это тоже нам будет, забустит и получаемый опыт, и, в принципе, его даст. Так что очень даже полезно. Сверху можем еще поставить профессиональный офицерский корпус. Что еще нам устанет? Опыт. И как будто мы уже под 0.44 получаем. Это солидно, я вам скажу. Окей, или судя по всему побеждает революция? Это прекрасно, прекрасно. Я бы сказал, так, бандитизм. Расправились в селах. Хорошо. Потому что видеть поднятие республики всегда прекрасно. Другой вопрос, что я думаю, эти республики тоже будут претензии на территорию империи. А значит, что союзниками их рассматривать точно нельзя. И давайте-ка с языковой проблемой разберемся. Здесь будет стабильность в неделю. Я думаю, лучше ее потерять заранее, чтобы потом откачивать. И это на самом полик, мы можем, наверное, подажимать потом. Вот здесь вот стабильность. Давайте про филюречи послушаем. Ну, сидит всю грифовню, да. Поздравляем их. Но помним, что они наши друзья ненадолго. И с преступниками разобрались. Как видите, военная диктура работает. Мы исполняем свои обещания. Следующим нашим обещанием будет избавиться от языковой проблемой. И потом и от Вариска Голода. А потом уже и от Империи Грифонов. Корабль-Призрак. Э? Слушайте. Единый живой дыши. Корабль-Призрак. Какой-то страшный корабль. Я вам скажу. Давайте разберемся с риском Голода. Я не знаю. Просто, может, если мы не разберемся с ним, вовремя какой-нибудь дебаф случится. Давайте на всякий случай уберем. Смотрите, вопрос ученого. Звучит странно. Давайте дадим ему 25 политки. Что такого? И, кстати говоря, смогу теперь вот это нажимать. Вовременное общество. Это будет вот здесь. Да, нам надо будет сейчас вот эти, я думаю, кнопочки понажимать. Мы сейчас... Откуда мы здесь хотим дойти? Если честно, мы уже все, что надо взять, взяли, кроме вот риска Голода. Давайте разберемся с риском Голода и пойдем потом вот сюда. Потому что нас уже отблокировались вот здесь вот фокусы. Нам очень это нужно будет все сделать. И следующая политка уходит на частичную мобилизацию экономики. Надо еще и подстроить хотя бы какую-то промышленность. Там преспублика независимости объявляет. Но что здесь пока происходит? Все достаточно просто, как обычно. Полеяние скоро пойдет. Здесь война Яков. И здесь небольшие локальные войны. Ничего особо в мире пока не происходит. И начнем, пожалуй, с грамотности. Потому что это очень жесткие поисследования бафы. Азострофическая неудача. Господи. Это реальная катастрофа. Ну ладно, строить... А, если мы это делаем так, то ничего не меняется. Следственный вопрос, зачем туда фабрики тратить? Не будем тратить. И оленя была захватена чейншлингами. Ну, ничего не поделать. Теперь давайте-ка сделаем современное вот здесь вот. Научная база данных. Знаний, точнее. Ну, данных знаний. Недалеко ушло. И это даст нам еще возможность убрать 30% исследований высот дебафа. Очень хорошо. И да, Квелли растет просто не по дням и по часам, как говорится. Смотрите уже на ее размер. Она уже начинает немножко... Как я думаю, соседей. И что же, давайте позанимемся бедностью. Потому что это ТНП. Хотелось бы, конечно, еще вот это преследовать. Но, я думаю, промышленность чуть-чуть важнее. С промышленности было бы совсем грустно нам. Но и на завода получим. Получим еще минус ТНП. Плюс население. И снова минус бедность. Потихоньку, потихоньку от этих дебафов тоже избавимся. Прелесть. И да, потратим немножко палитки на стабильность. Потому что, ну, надо откачивать. У нас здесь слишком большие дебафы на объем сейчас. С этим есть все. Прекрасно. Итак, часть бедности мы убрали. И я вот думаю, на самом деле, насколько было бы хорошо вот сюда прямо сейчас пойти. Потому что нам бы с соседями немножко поразбираться. Пока они друг другу не поразбирались, скажем так. Но при этом я понимаю, что на самом деле нам нужно еще и по исследованиям не отдачить. И отстать в том числе. Так что давайте возьмем слот, кстати говоря, из исследований. И, наверное, добьем все-таки грамотность. Чтобы все точно догонять. И авиацию, наверное, какую-то сделать, возможно. Потом уже пойдем по политическим. Бедность, наверное, добьем попозже. Ну, точно не забываемся от бедности, конечно же. Мы точно не будем избавляться от бедных. Выбирая бедных, верно? Итак, слот есть. Теперь делаем северные школы. И, в общем-то, грифоны прям, да, будут неплохие. Только немножко бедные. Ну, то не бывало в такой ситуации. Я думаю, пора сразу переделать дивизии вот в такие. И тут уже смотреть, чего нам будет не хватать. Плюс нам бы, на самом деле, исследовать себе саперов. Потому что, ну, лучше очень они нам нужны будут. И больше они не без грамоты. Полная грамотность будет прекрасна. И мы начнем исследовать прям во все четыре эффективные ячейки. Ставим здесь реформу ВВС, чтобы накопить опыт на самолеты. Плюс на воздушные доктрины. Я думаю, в авиацию мы тоже пойдем. Потому что авиация даст нам неплохое преимущество над нашими соседями. Которые вряд ли будут ее иметь. Империя Грифонов начала расширяться. Что значит, что нам надо тем более бежать расширяться. Вот эти фокусы, к сожалению, я думаю, времени заканчивать у нас нет. Скорее всего, нам, да, надо побыстрее идти. Захватся из соседей, чтобы увеличивать свою промышленность намного-намного быстрее. Из этих фокусов сразу берем приоритетные две фабрики. И потом два военно-завода. Потом военно-пятное население, чтобы подмобилизоваться. Потом уже, наверное, инфраструктуру. Вот это и дойдем до необходимых мер. А еще есть у нас проблема, которую я предполагал. Я увижу, и я и увидел, нехватка снабжения примерно везде, кроме центральной Грифонии. Ну, республиканской, конечно. И вот видите, здесь у нас буквально нету пункта снабжения. А если мы сможем отрезоваться, что не скоро, то мы вот только до сюда. С чего я делаю вывод, что давайте построим этот пункт снабжения. ЖД к нему нам прокладывать не надо, потому что здесь есть речка. По речке будет идти снабжение. Но я все-таки дострою вот эту фабрику. И потом уже буду строить это, потому что строиться это будет очень все долго. Ну, как есть. Не забываем, конечно же, военное учение нажимать. Это очень сильно бустит наш опыт. И ставим себе промышленный концерн, чтобы быстрее исследовать... А, нужно 150 политканист, окей. Так как говорят, тоже неплохо. Блин, и знаете что? Наверное, я это и поставлю сейчас. Потому что да, мне, черт возьми, нужно будет здесь строить узлы снабжения. И да, мне нужно будет строить здесь, скорее всего, ЖД на север. На севере у меня, извините, вообще ничего нету. Если вот, допустим, где-то здесь я еще смогу поставить себе пункт снабжения. Речки. То дальше, ну нет. Надо будет ЖД прокладывать. Что это, наверное, сам подходящий для нас концерн. И скидочки на поезда тоже полезны, потому что мне тоже придется строить внезапно. Хоть и я пока что этим и не занимаюсь. Хотя, наверное, стоит потихоньку начинать. Но сейчас, если говоря, тут призовем мужиков немножко в армию. Будет поприятнее. Вот, в севере, это даст нам одну инфраструктуру. Наверное, да. Это вроде стало чуть-чуть побыстрее строиться. 160 дней. Это можно пережить. Здесь у нас стабильность сейчас поднимется заодно. Малиточка опять появится. Я потрачу ее опять на стабильность с кнопки. В общем, потихоньку-потихоньку должны стать поживее. Если говоря, могу теперь нажать торговлю с кайфулом. И да, я это нажму, потому что это достаточно полезно. Это очень сильный бафчик. Если они согласятся. Но я думаю, да. Они отказались? Как так? Это очень неприятно. В этих лейнах возьмем займ. Потому что... Почему нет? И они тоже отказались от займа. Что вы будете делать? Мы же нейтралитет. Мы же нормальные ребята. Почему? Почему они решили предать демократии? Ну, ясно. Это все капиталисты. Они поддерживают просто... Они ставят на империю. Ставят на страшную тетюльту империи, которые думают, что они будут защищать. Но нет. Они просто грабят их. И ничего не оставят. Так что да. С ними надо будет обязательно разобраться. Мы не забудем такие два удара в спину. Кстати, наверное, 10 стабильности в 150 политике, конечно, дорого. Но я бы взял. Почему нет? Это мне поможет. Так, революция спасена. Еще плюс 10 стабильности. Прекрасно. И, наверное... Да, надо будет еще здесь матрицовать. И тогда станет нормально. Сейчас уже, я бы сказал, на депадном уровне. Но надо только обучать все, что у нас новое. Но в целом, наш армия выглядит солидно, я бы сказал. Очень даже. Оборону, я думаю, мы уже против Грифонии, скорее всего, сможем ввести. Итак, революция спасена. И нам придется ввести меры. Кстати говоря, в фильмаршелла я поставлю нашего Александра Кеммерского-младшего. Сына нашего наследника. Точно за то, что он хороший генерал. Особенно многообещающий. Это точно не мнение нашего текущего фильмаршелла главного. Но, в принципе, он пускай успеет немножко поднакачаться. Здесь уже, как будем сейчас расставить потихоньку дивизии. Готовиться к неизбежному конфликту с Вединой. И вот, надо будет Республика. Диктатор. Стабильность и политка минус. Но у нас это перерывем, товарищи. Отец Республики нас всех спасет. И, смотрите, у нас есть эта армия. Да, мы пока туда не трогаем. И давайте. Железный маршал. И вот уже через 9 дней достроится узел снабжения. Это очень хорошие для нас новости. Чисто находится. И потенциальные сведения диверсанты больше не будут доступны. Плюс стабильность. Плюс политка. Минус коммунизм и гармония. Ну, отлично. Наш остался здесь. И давайте-ка, что мы сделаем. Вот это вот. Откроем парламент. Да. Но там есть, как говорится, нюансы. О, нет. О, нет. Этого советника все-таки убрали. Смотрите. Блин, я сейчас этого поставил тогда. Если бы знал, что он так вот поменяется протесты. Имеются некоторые протесты. Но они не понимают о том, что мы просто демократию несем. И это все временно. Но мы им поможем понять. И, слушайте, они продолжаются дальше. Да, смотрите. Комуну там еще какая-то. Ладно. Надо срочно усмирить города. Мы тут хотели парламент открыть. Но, видите, не дают. Не дают нам открыть парламент. Придется усмирить восставших. Смотрите. Скайфолл хотел. Только что пропало уже. Придется усмирить. Говорят, войска сходят в нашу территорию. А поторговать с нами вы не хотели, да? Ну, удачу вам. Итак, когда больше не будет пунктов. Плюс стабильность за политку. Не самое приятное, но... Ладно. И давайте что делаем? Выкрыть их из укрытий. И черт, Крифония уже начала войну. С герцогом с вами. Какой уважаемый здесь бульдог, я вам скажу. Да, упрямый бульдог. Ну, уважаемый точно. В костюмчике такое. Так вот. Скоро, видимо, они нападут на нас. Другой вопрос. Это будет сначала Аквеля, либо сначала мы. По-моему. По-моему, там будет Скайфолл. Да. А потом... Как будто мы в самом конце где-то там. Короче, да. Аквеля, наверное, раньше. Хотя, куда пойдет? Я не уверен. В общем, надо в любом случае быть готовым. И надо побыстрее идти по нашим фокусам. Но мы быстрее не можем. Тут как это... Как фокусы есть, так и будут идти. Еще я начинаю обучать всех гранд-стрелков. И, в принципе, реформировал их под лучший формат. То есть 25 ширины. Потому что мне еще здесь очень много надо будет воевать о горах. И потом, я думаю, тут тоже найдутся еще нам горы. Ленина нажимаем в 5. И все равно типа нам не сильно показывают. Но здесь очевидно, что все это горы. Воевать без гранд-стрелков здесь будет, наверное, достаточно грустно. А еще мы начинаем следовать авиацию. Потому что грифоны хотят летать. И потому что авиация это имба. И без нее побежать будет не так удобно. А еще потихоньку мы начинаем производить магические винтовки. Магическое оружие. В принципе, все. Потому что оно прям сильнее, я бы сказал. Если сравнивать его вот так. То да, оно чуть-чуть дороже будет. Надежность у него ниже. Но у нас есть варианты как-то перекрыть, скажем так, по другим исследованиям. Но все статы у них, видите, лучше. Однозначно. В связи с чего, ну да. Мы будем пробовать именно магическим воевать. И у нас есть на этом магический кристалл. Хоть их и немного, но будет больше. А слишком много нам и не надо. На самом деле, пехотка только в ограниченное количество нужно. На самом деле. Это касада Бликспайра. Великого Грифона, да. Конец. Теперь давайте попробуем по-другому скайфолам снова. Может быть, сразу захотят. Приглашается. Блестяще поздно, конечно. Но хотя бы так. Давайте делаем парламент. Там будет все еще только одна партия. Но нужно, как бы, да. Процесс. Процесс самое важное. Что? Будут голосовать. Не важно, что одна и партия. Но это уже не нужны для общего населения подробности. И марш Аквелия, смотрите-ка. Аквелия сейчас пойдет, я чувствую, против Грифонов воевать. Я думаю, уже очень скоро. Значит, у нас, наверное, будет... Вот так, пожалуйста, на это опережение. У нас будет немаленькое время на то, чтобы подготовиться и успеть вот это все отъесть. Слушайте, здесь нету связи со снабжением. Давайте на всякий случай все-таки построим ЖД. В теории, мне кажется, это из-за того, что здесь демилитаризованная зона. Хотя, странно. И странно, что вот эта речка не подходит. Но... Ладно. На всякий случай построим ЖД. У нас все равно бафы есть на постройку. Почему бы нет? И да, эти ребята на границу скоро, наверное, будут войска. Ставить. А мы все еще не начали отъедаться. И тут еще пройдет немало времени. Это так грустно. Но, не знаю, не брать вот эти фокусы. Вот это только, допустим, вот эти два фокуса, они самые суперполезные. Самые нужные. Но исследование не брать, и было бы суперошибкой. Потому что мы подстали просто безумно. Потому что у Грифонов, да и у Квили, наверное, тоже почти что сразу все хорошо. У Грифонов так точно. Так что да, нам нужно было их догонять. Изобретение Бикла. Слепые могут считать. Прекрасная новость. Плюс политика. Это особенно прекрасная новость для нас на самом деле. И да, самолетики, как вы можете видеть, потихоньку исследуются. Это очень тоже для нас отличная новость. И нужно ставить расширенный призыв. Нужно продолжать мобилизовать наших людей. И я подумал на фоне этого, нам бы госпиталей сделать. Потому что Бенповара у нас немного. У нас появится намного больше, когда мы сюда хватим и интегрируем. Но все равно, я думаю, не так много, как хотелось бы. И, кстати говоря, я думаю, можно это бы подзавершить нашу текущую серию. Следующую мы уже пойдем в Ведину. Подхаваем этих вот ребят всех по фокусам нашим. И будем готовиться к нашему главному противостоянию. Грифоны. И потом, возможно, Аквелия. И что-нибудь здесь, хотя здесь уже ничего не останется. Но вам остается лишь подписаться, если вы еще вдруг не подписаны. Оставить лайк, поставить комментарий. Именно в таком порядке. Также не забывайте просылочки на Boosted Discord и Twitch. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok